Как-то у меня быстро меняются обстоятельства. Только что я работал на полный день, а теперь уже меня отправили в отпуск, и я занимаюсь тем, что скуды настраиваю в школу. Ну, не суть. Мы с вами продолжим настраивать IP-Tables. В IP-Tables сегодня мы сделаем так, чтобы основные службы могли выходить у нас в интернет через нашу пограничную машину Linux. Сейчас покажу на слайде. Итак, мы добрались до части четвертой, в которой будем разрешать необходимые протоколы для того, чтобы у нас работал, грубо говоря, интернет. У нас с вами какая картина, напоминаю. У нас есть справа некая локальная сеть. Вы видите там IP-адреса в сети 192.6.8.0.0.24. Есть некий условный интернет слева, где 10.0.1.1. Это мой реальный маршрутизатор, и, в принципе, через него мы можем выходить в интернет. Этим мы будем заниматься. Посередине у нас есть наш Linux. Это Ubuntu 16, у которой две сетевые карточки. Одна сетевая карточка One смотрит налево в интернет, другая сетевая карточка One смотрит направо в виртуальную локальную сеть. В этой виртуальной локальности справа у нас есть с вами машина под управлением Windows 10. Мы уже разрешили входящий пинг и входящий SSH соединение на нашей машине Linux. Кроме того, мы уже разрешили пинг, выходящий наружу. Это мы с вами проверили на прошлом занятии. Сегодня к этому пингу мы наружу точно так же добавим основные службы. Это DNS, HTTP, HTTPS, почта и так далее. То есть это наша задача на сегодня. Предлагаю для начала посмотреть, какие у нас с вами есть правила IP-Tables. Мне удобнее всего это сделать, выполнив команду IP-Tables-Save. Мы с вами сразу видим все без указания таблиц. И я вижу то, что у нас с вами все, что мы с вами настраивали, уже есть. Таблицы фильтра у нас по умолчанию дропаются все входящие пакеты и дропаются все пакеты, проходящие наружу. Все пакеты, исходящие из нашего Linux разрешены. Мы на input, на вход разрешили 22-й порт. Это SSH у нас. Он мне нужен для того, чтобы я через Пути мог управлять этим сервером и показывать вам его удобно. Мы также разрешили входящий пинг. Кроме того, мы создали отдельное правило, которое разрешает все соединения, которые относятся к уже установленным. Все пакеты, которые проходят в рамках уже установленных соединений. Точно такое же правило мы сделали для цепочки Forward, то есть для тех пакетов, которые проходят насквозь через наш Linux. И точно так же мы разрешили проходящий наружу пинг. Для того, чтобы пинг проходящий наружу работал, мы с вами создали правило маскарад, вот здесь вот внизу в цепочке Post-Truising, которые по сути просто во всех пакетах, которые проходят наружу через наш Linux, заменяют адрес источника пакета из локальной сети на внешнюю сетевую карту нашего Linux. Ну это мы с вами уже все делали, теперь нам осталось только проверить то, что у нас ничего не сломалось с прошлого раза. Я для этого зайду в свою Windows и в свои Windows мы сначала пинганем мою машину Linux. У нас это с вами IP-шник 192.168.0.10. Пинг в Linux проходит. Давайте убедимся, что действительно это я Linux пингую. Интерфейс конфигурэйшн. Да, у меня есть IP-шник 202.168.0.10. Это мой IP-шник Linux, который смотрит локалку. И сразу давайте проверим на винде пинг до моего какого-нибудь маршрутизатора. 10.0.1.1. Это мой реальный Wi-Fi маршрутизатор, с ним пинг есть. Теперь делаем вот что. Попробуем пинганем какие-нибудь внешние сервера. Например, у нас есть всегда гугловский DNS. Можем пингануть его. Пинг 8.8.8. Такой IP-шник. И видим то, что в принципе я уже готов пинговать сервер в интернете. Как минимум пакет у меня туда проходит. Если я попробую пингану какой-нибудь сайт, например, ping.ya.ru, у меня возвращается ответ то, что не удалось обнаружить узел. Дело в том, что я пытаюсь пропинговать узел по его имени. И для этого я выполняю DNS-запрос. Мне нужно, чтобы кто-то у меня ответил на этот DNS-запрос. То есть, по сути, мне нужно, чтобы кто-то мне сказал, какой IP-шник у узла Яндекс.ру. И только тогда у меня пойдет пинг. У меня в качестве DNS-сервера, давайте посмотрим, если у меня это получится в текущем экране. В качестве DNS-сервера указана моя машина Linux. На моей машине Linux нет никакого DNS-сервера, даже самого банального. Поэтому моя машина Linux отвечать на эти запросы не может. И ping.ya.ru у меня кончается ничем. Соответственно, точно так же, если я попробую перейти в интернете куда-нибудь, вы видите, у меня страницы точно так же не открываются по имени, потому что я никуда попасть не могу. Значит, давайте для начала разрешим вот эти DNS-запросы, чтобы мы могли обращаться по имени, куда бы то ни было. Переключаемся в наш Linux. И создаем простое правило. SuperUserDo, IPTables, в цепочку Forward, разрешить пакеты по протоколу TCP, минус M, Multiport мы укажем сразу, хотя здесь он не особенно нужен, несколько портов. Но мне так удобно. И указываем порты. DNS у нас работает по порту 53. Минус Source указываем нашу локальную сеть, например, 122.168.0.0.0.24. Это моя локальная сеть. Минус действие разрешить. Accept. Сейчас я разрешаю DNS из локальной сети. Соответственно, все пакеты, которые будут относиться к DNS, могут проходить наружу. DNS у нас работает не только через TCP, но и через UDP, потому что ему не критична потеря пакетов. Мы можем поэтому создать еще одно правило, точно такое же, для UDP. Давайте я сделаю, наверное, IPTableSafe, чтобы вы могли посмотреть, как у нас эти правила появились. Вот у нас добавилось два правила в цепочку forward. Теперь у меня наружу разрешены соединения по порту 53, по TCP и по UDP. В принципе, уже можно пользоваться DNS, но только как у нас раньше, как было, так и осталось. У меня винда не может, обращаясь к моему серверу, получить от него ответ. То есть мы разрешили проход DNS пакетов наружу, но мы, по сути, стучимся только в наш Linux. И поэтому нам это как бы ничего особенно не дает. Наш Linux нам как не отвечал, так и не отвечает. Нам сейчас нужно будет указать DNS сервера в интернете, чтобы у нас хоть что-то заработало. В дальнейшем мы с вами на Linux развернем полноценный DNS. То есть теперь я должен указать, что в интернете есть где-то сервер Google DNS 888. Попробую я ОК вот так нажму. И попробую я снова ОК так нажму. И проверяю снова пинг до Яру. И вижу сразу то, что ответы пошли. Потому что теперь у нас мы обращаемся с DNS запросом к гуглскому серверу к 8888. Наш Linux разрешает это соединение, и мы, соответственно, можем выходить наружу, используя DNS. Если я сейчас попробую перейти на сайт Яндекс.Ру, у меня все равно еще ничего не откроется. Потому что у меня наружу разрешены сейчас только пинги и DNS. Для того, чтобы у меня наружу работали вот эти вот все соединения, как минимум браузер, мне нужно разрешить HTTP. Тот протокол, который мы используем для доступа к интернет-страницам. Возвращаюсь в Linux. Чувствую я, что запутанно немножко говорю. Если что, спросите меня, я вам уточню. Значит, у нас с вами есть те правила, которые мы создавали. Я хочу сейчас, например, удалить одно из правил, которые мы создали. В частности, правило про DNS. Вот это вот. Потому что я его сейчас перезапишу немножко. Я могу сделать это каким образом? Вместо "-a add", я могу сказать "-d delete". То есть прям то же самое правило, тот же самый синтекс. Я просто а заменяю на d. Проверяю IPTableSave и вижу, что у меня этого правила больше нет. Осталось только правило с UDP. Возвращаю это правило. Просто, чтобы показать, как можно удалять и возвращать правило. Делаю IPTableSave. Вижу, что правило у меня вот оно вернулось. Можно, чтобы вот так вот целиком правила не набирать, просто указывать их порядковый номер. Например, я вижу то, что в цепочке Forward у меня есть первое правило, второе правило, третье правило, четвертое правило. Я могу сказать просто SuperUserDo IPTables-D удалить правило в цепочке Forward, правило номер 4. Проверяю IPTableSave и вижу то, что у меня правило номер 4 исчезло. У меня осталось только раз, два и три. То есть так можно удалять лишние правила, которые нам не нужны. Указывая минус D и их порядковый номер и, собственно, цепочку, из которой мы удаляем. Значит, правило я удалил, чтобы сейчас делать в цепочке Forward одно большое правило для кучи портов. То есть то же самое правило. SuperUserDo, IPTables, цепочка Forward, протоколы TCP и порты указываем. То есть сейчас у меня разрешен порт 53, я предлагаю к нему добавить порт 80 стандартный, HTTP 8080, он HTTP Proxy иногда называется. Например, еще давайте 443, чтобы у нас HTTPS работало. Ну и для красоты, я не помню, что у нас там было на слайде. Давайте 110-й порт, это POP3, получение почты. 25-й порт, это SMTP, отправка почты. Ну и, например, еще FTP, файл, трансфер, протокол. То есть разрешим такой вот набор стандартных протоколов наружу. Нажимаю Enter, говорю IPTables Save. Проверяю то, что у меня правило создалось. Вот оно создалось, прекрасно. Мы можем его по-красивому посмотреть еще через IPTables минус L. Тогда он нам должен показать имена, собственно, служб, которые используют эти протоколы. Вот он их показывает, то, что у нас есть Domain, то есть DNS, HTTP, 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 POP3, SMTP, FTP. То есть он номера портов превратил в название протоколов. И, собственно, теперь у меня уже должен работать интернет на Винде. Попробуем. Нажимаю Яру, и вот я нахожусь уже в Яндексе. Проверю какой-нибудь R0.ru, и вот я уже должен находиться сейчас на Рамблере. Прекрасно все у нас работает. Нам осталось теперь только сохранить нашу таблицу правил IPTables. Раньше у нас, я не помню в каком дистрибутиве, работала эта команда IPTables Persistent Save. Она, по-моему, не работает. Не работает. Потом еще была у нас команда NetFilter Persistent Save. Прекрасно. Эта команда у нас, я насколько вижу, сработала прекрасно. Иногда еще бывает, что эти команды не работают, и приходится писать Debian Package, DPKG, по-моему, Reconfigure, IPTables Persistent. Ну да, само собой, от имени суперпользователя. А, я даже эту программку, оказывается, еще не поставил. Мне казалось, я в прошлый раз ее оставил. Ну, не суть. Мы смогли с вами сейчас сохранить. Вот таким вот образом правила у нас сохранятся. На следующем уроке проверим, сохранятся ли. Немножко сумбурно получилось, но по сути мы с вами выполнили всего лишь одно действие. Мы разрешили стандартные протоколы наружу в цепочке Forward. Мы больше ничего не делали. Мы создали буквально одно правило, еще одно маленькое дополнительное, потому что DNS работает не только по TCP, но и по UDP. Как я и говорил, мануалов по IPTables в интернете полно. Даже на Вики очень хорошая есть статья по IPTables. Есть очень хорошая статья по IPTables какого-то там 2005 или 2004 года, который, в принципе, тоже в стиле до сих пор. Моя задача вам показать основные правила, показать принцип работы. Дальше, я думаю, вы разберетесь. Но если что, задавайте вопросы. В следующий раз мы будем с вами разбираться с уже настоящим NAT-ом в IPT.